Меня зовут Настя Семенюк, я директор по качеству компании ВКонтакте. И сегодня будем говорить, собственно, о бета-тестировании ВКонтакте, о том, как его делаем мы. И перед тем, как непосредственно перейти к бета-тестированию, хотелось бы всем напомнить, что на данный момент ВКонтакте себя представляет. ВКонтакте — это очень мощная коммуникационная платформа, которая использует 97 миллионов пользователей в месяц. И эти же люди отправляют 6,5 миллиардов сообщений в сутки. Наши сервера IP при этом получают более миллиона запросов в секунду, которые успешно обрабатывают. Если говорить о нашей кодовой базе, то в основном репозитории более 6 миллионов строк кода. И это не считая проектов мобильных приложений и, в принципе, всех официальных клиентов. Раз в две недели как раз-таки происходит обновление наших основных официальных клиентов. Помимо прочего, в фоне реализуются спецпроекты, обязательно выходят какие-нибудь новые приложения партнеров. Все это нужно тестировать, разрабатывать. И если верить закону Мерфи, все, что может пойти не так, пойдет не так. Ну, тут даже вопрос, пойдет ли не так. Тут вопрос, когда. Во ВКонтакте, если что-то идет не так, вы обязательно об этом узнаете. Неважно, что. Может быть, это авария на подстанции, которая питает наш дата-центр. Возможно, это просто баг в мобильном приложении, о котором написал очень ретивый журналист. Неважно, что. Федеральные СМИ обязательно об этом напишут. И это сущий кошмар для меня и моей команды. Это мне периодически снится. В этом страшном сне, пока журналисты пишут новости, в тренды Твиттера, я бы сказала, врывается хэштег VKJV. И вы, наверное, удивитесь, но график с количеством VKJV в Твиттере располагается последним на нашем основном дашборде. Да, это действительно так. И вот мне, как, в принципе, моей команде, он нравится вот в таком его стабильном и нормальном состоянии. И желательно, чтобы это было действительно так. Когда что-то пошло не так, вы наверняка знаете это по собственному опыту, все вспоминают о тестировщиках. Когда все в порядке, никто о них не вспоминает. Зачем? И если говорить о тестировщиках ВКонтакте, то, наверное, самый популярный вопрос, который я о них слышу, это «Сколько вас?». Если в 2014 году у нас был один тестировщик, то в 2016 у нас было уже шестеро, то сейчас у нас 13 тысяч тестировщиков. Как, собственно, так получилось. И как мы с этим живем, и что все эти люди делают, я сегодня и расскажу. Кратко. Мы создали программу и платформу бет-тестирования ВК-тестерс. У нас сейчас 13 тысяч человек из 7 стран и 42 городов. На платформе постоянно тестируются 12 приложений ВКонтакте и 5 проектов-партнеров. За время существования баг-трекера в нашей программе там мы оставили 53 тысячи отчетов о багах и пожеланиях. И что самое важное, ради чего, собственно, это все затевалось, на данный момент у нас всего 10, это за первый квартал 2018 года, критических багов во всех продуктах ВКонтакте, которые попали туда, пролезли и не были найдены на этапе тестирования. Всего 10, спросите вы. У нас тут вообще-то один критикал, это был просто сущий ад. Дело в том, что ВКонтакте постоянно обновляется. И весь объем изменений настолько широк и огромен, что всего 10, для нас это очень даже неплохо. Мы стремимся к нулю, и я думаю, что в какой-то момент это действительно произойдет, но пока уже неплохая цифра. Как вы думаете, как часто ВКонтакте вообще обновляется? Камон, ты видел мою презентацию? На самом деле, чаще всего это 10 раз в день, но иногда бывает 5. Речь идет о том, что называется релиз трейнс. У нас около сотни изменений в день отправляется на продакшн с помощью так называемых продовозиков, как их называют наши админы. И да, это происходит от 5 до 10 раз в день. Как, собственно, происходит процесс деплоя, да и, в принципе, тестирование? Сначала разработка ведется в фичи-ветках. После того, как разработчик настолько уверен в том, что он сделал, он деплоит код на наши тестовые домены. Собственно, на тестовых доменах мы гоняем тесты на новую функциональность, после чего гоняем смоки и регрессию. Иногда сначала смоки, потом тесты новой функциональности, потом регрессия. Если уже мажорных и критических багов не осталось, ветка мерзжется в мастер. В мастере аналогично гоняются тесты. И если все тесты пройдены успешно, мы готовы ехать дальше, изменения отправляются в стейджинг. Что, собственно, такое стейджинг? Стейджинг — это пул серверов. Фактически это копия всех кусочков ВКонтакте, которые у нас есть, где помимо наших тестовых ботов существуют и вполне живые пользователи. Эти пользователи попадают туда примерно в полночь, каждые сутки, и попадают они туда вообще не добровольно ни разу. Мы случайным образом их выбираем, и вот спустя сутки, как стейджинг обновляется, обновляется он, правда, чаще, но вот спустя сутки форсировано, собственно, весь пул пользователей также меняется. Аналогично на стейджинге гоняются тесты. Если все окей, обычно 15 минут занимает цикл на стейджинге, мы едем в продакшн. В мобильных приложениях аналогичная история, чем-то она похожа. Разработка ведется в фичеветках, мы тестируем фичи сборки из фичеветок. Аналогично, если все уже хорошо, фича ветка вливается в девелоп, девелоп становится автоматически доступен всем сотрудникам компании и, собственно, нам в УКИ. Все наши релизы, они привязаны к спринтам. И раз в две недели в понедельник автоматически появляется ветка релизная с номером спринта, куда попадает весь девелоп. Если вдруг каким-то волшебным образом в девелоп попали изменения, либо не протестированы, либо не готовы, они выключаются. И аналогично релизная ветка после цикла тестов сначала выкатывается на 10% пользователей. Ну, собственно, и Apple, и Google это позволяет. У нас постепенный раскаток происходит, аналогично и в вебе. Вроде бы все в порядке, но мы были этим недовольны, и что-то здесь не так. Дело в том, что давным-давно, мне кажется, я могу сказать давным-давно, потому что ВКонтакте в этом году исполнится 12 лет, никаких этих тестов не было. Стейджинга не было. Да зачем? И каждая новая фича сначала выкатывалась на первый миллион пользователей, на самых лояльных пользователей, от которых мы получали очень активный, быстрый фидбэк. При всех минусах, очевидных этого подхода, при внедрении стейджинга тестов и так далее, мы этот фидбэк, очень активный и большой, потеряли. И могли рассчитывать, в принципе, сначала только на себя. Поэтому нам приходила идея о том, что было бы хорошо, собственно, в наш процесс добавить этап бета-тестирования. И было бы круто подключить тех самых лояльных пользователей, которые так активно жаждали получать обновления первыми, к нашей платформе бета-тестирования. А тогда еще она была идеей. Но вот к этому этапу. У нас мы предпринимали попытки к тому, чтобы попробовать это сделать и в мобильных приложениях, и, собственно, в вебе. Может быть, вы, наверное, помните, это Android, у нас была версия под Android 4.0. И сначала у нас была бета 4.0. Мы получили действительно много фидбэка, но он был довольно неконструктивным. Его было очень сложно обрабатывать. Тогда мы забыли об этой истории примерно на пару месяцев. Но, как известно, все, что случается с тобой хорошего, случается внезапно. И такое произошло и с нами. В августе 2016 года нам на голову свалился разработчик доступного мессенджера, которого зовут Жень Зиновьев. Он сказал, «Ребят, я тут сделал, очень круто. Давайте вы потестируете, мы это выпустим». На тот момент мы, в принципе, не спали где-то вторые сутки. У нас было шестеро. Мы тестировали денежные переводы ВКонтакте, автоплей-видео, приложения, сообществ, куча обновлений. И, честно говоря, нам было не до доступного мессенджера. Мы сказали, «Женя, ты, конечно, прекрасен, но давай мы это сделаем через месяц». Естественно, Женя был недоволен. Мы говорим, «Ну, окей, хорошо, а если потестируем не мы?» Он говорит, «Да мне, в принципе, нормально, только, пожалуйста, протестируйте». И тут мы поняли, что, возможно, это шанс. Самое время обкатать нашу идею с бета-программой, бета-платформой. Поэтому мы сделали конкурс. Дело в том, что ВКонтакте все свои идеи обкатывает с помощью конкурсов. Вы наверняка видели конкурсы разработчиков, дизайнеров, но никогда не было конкурсов тестировщиков. Тем не менее, эта механика работала и успешно. Поэтому мы запустили конкурс тестировщиков. Его условия нам пришлось придумывать самим и изобретать самим, потому что оказалось, что никто конкурсов тестировщиков-то и не проводил и неизвестно, как это должно работать. Собственно, мы решили, что к основному этапу главная цель наша была именно протестировать десктопный мессенджер, во-первых, а во-вторых, обкатать идею с бетой. Допускаем тех людей, которые справятся с нашим ступископом. И уже, собственно, основной этап, результатом которому должны были быть именно баг-репорты, а мы хотели конструктивные баг-репорты, все честь по чести. И второй этап уже оценивался по сумме баллов за эти отчеты. Поэтому вот 9 сентября 2016 года мы в день тестировщика запустили конкурс, вы наверняка о нем слышали, VK-тестинг-челлендж. И, собственно, мы получили 18 467 заявок на участие. 5 736 человек действительно справились с поступительным тестом. Тест состоял из пяти вопросов. Нужно было ответить верно на три из них. И очень быстро наши вопросы оказались на ответах Mail.ru. Я не знаю еще такого случая, когда всем вдруг стало интересно, о чем же тестирование производительности отличается от нагрузочного тестирования. Это был просто бум, взрыв. И мы очень долго находили их. И они, кстати, до сих пор там вертятся. Неплохой буст. Что же делать дальше? Собственно, у нас были эти 5736 человек, и они допускались ко второму этапу. Собственно, они должны были писать нам бэк-репорты, но писать нам нужно было куда-то. Поэтому мы сделали трекер. Почему мы сделали трекер? Потому что мы пооценили все существующие решения на рынке в тот момент и поняли, что вообще ни одно нам не подходит. Особенно про всю эту историю с бэтой. Особенно с таким количеством тестировщиков и бэк-репортеров. Поэтому наш прекрасный разработчик Миша Кошкин буквально за неделю, даже меньше, сделал наш уютный маленький бэк-трекер. Выглядел он вот так. Собственно, ничего лишнего. Возможность добавить отчет. Все нам известные и удобные поля, такие как доступное окружение, подсистемы, версии и так далее, отображались тегами. Нам было это очень удобно. Мы рассказали тестировщикам, как создавать отчеты и благополучно отправились на неделю заниматься своими основными задачами. Тестирование-то никто не отменял. Все случилось немножко интереснее, чем мы ожидали. Спустя неделю мы открыли трекер и увидели там 15 695 отчетов. И были две основные проблемы, кроме вот почти 16 тысяч этих проблем. Первое — это дубликаты. Дело в том, что по условиям конкурса ты не видел отчеты других участников, потому что, ну, во-первых, нельзя списывать. Во-вторых, не все отчеты были содержательными, а нам было важно получить именно содержательные отчеты, фактически результат тестирования, которые мы проводим обычно. И здесь нужно было решать проблемы по мере их поступления. Сначала нужно было решить проблему с дубликатами. В 2016 году, как, в принципе, и сейчас, главным и самым популярным трендом в индустрии был машин-леунинг и датамайнинг. И у нас в ВКонтакте, пожалуй, одна из самых крутых команд дата-сайентистов, я не побоюсь этого слова, в стране. Поэтому мы, собственно, пришли к нашим дата-сайентистам, сказали, смотрите, у нас есть 15 тысяч, почти 16 тысяч баг-репортов, сделайте с ними, пожалуйста, что-нибудь, потому что мы хотим увидеть, сколько у нас возможных неоригинальных отчетов. Дата-сайентисты подумали и сказали, что ну окей, давайте мы их выгрузим и обработаем с помощью доктовек. Мы сказали, круто, неплохо, давайте. Давайте. Собственно, ребята это и сделали, но оказалось, что таким образом находится примерно 30% дубликатов, которые были у нас в трекере. Поэтому мы, конечно, взгрустнули, но причем находятся те дубликаты, которым нельзя было найти с помощью полнотекстового поиска. Мы склеили эти отчеты, думали, что делать дальше, и вторым решением, как ни удивительно, был полнотекстовый поиск и работа с агентами поддержки. То есть с помощью фичи, похожей, которая была основана на полнотекстовом поиске, мы склеили оставшиеся отчеты. И теперь осталось одно важное дело, это оценить отчеты, чтобы у конкурса был победитель. У любого конкурса должен быть победитель. Мы оценивали отчеты. Идея оценивать отчеты была, мне кажется, верной, потому что в принципе бак-репорт является видимым, главным, видимым результатом работа тестировщика. В тот момент мы оценивали отчеты по четырем параметрам. Это был приоритет, актуальность, корректность, полнота описания и степень локализации бака. Чуть позже мы оставили эти четыре, возможно, параметры оценка, но частично их переопределили. То есть актуальностью стала новизна, потому что всем в трекере стали видны отчеты других участников, корректность, полнота описания превратилась в содержание, степень локализации бака стала степенью детализации, потому что невозможно часто локализовать бак, когда у тебя нет доступа к исходникам. Собственно, мы начали оценку, и у нас появился рейтинг участников. Он складывался как раз-таки из оценок отчетов, которые участник оставил. Победители были, осталось их наградить и поздравить. В 2016 году, в ноябре примерно, я познакомилась в Стокгольме с Джеймсом Бахом. Если кто не знает, это такой крутой автор. Наверное, вы читали «Lessons learned in software testing». Читал кто-нибудь? Поздравляю! Джеймс Бах, не побоюсь этого слова, еще и евангелист исследовательского тестирования. И с моей точки зрения, вот это происходящее в конкурсе было прям чистым исследовательским тестированием. У тебя вообще никаких рамок не было. Пожалуйста. Это даже было ближе к AdHoc, чем исследовательскому тестированию. И, собственно, я рассказала ему при знакомстве про то, что вот у нас прошел такой конкурс, у нас появилось огромное количество отчетов. После склейки, кстати, оказалось 8 тысяч. После проверки их оказалось примерно 5 тысяч. Из них 2 с половиной тысячи были пожеланиями. Собственно, у нас осталось 2 тысячи отчетов, которые наш разработчик частично фиксит до сих пор. Джеймс Бах пришел в восторг и сказал, «Слушайте, это вообще прекрасно и неплохо. Я с удовольствием их поздравлю. Но, собственно, чего я тут рассказываю, ему слово». Крой-чет и президентально поер guard. Джеймс Бах儀 пригоден. Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Крафт, честно говоря, заняла все мои мысли, как идея о том, как бы развить это комьюнити с тестировщиком и сделать из этой истории про конкурс, довольно неоднозначный для меня сначала, какую-то большую потрясающую вещь. Но, правда, мы не знали, во что она превратится тогда, но начали решать проблему по мере поступления. Во-первых, нам наш уютный бактрекер нужно было превратить в платформу, потому что раньше в трекере был только один продукт. Мы решили завести как минимум все продукты ВКонтакте и тестировать их. Поэтому в нашем трекере появилось управление продуктами и менеджмент участников, собственно, фид обновлений, и он превратился в вполне себе платформу. Помимо прочего, если раньше мы тестировали только один доступный мессенджер, сборку которого было довольно легко скачать, собственно, с лендинга, то в случае, если мы тестировали мобильные приложения, все не так-то просто. И нужно было решить проблему с дистрибуцией. Мы попросили каждого тестировщика в карточке тестировщика, которая также появилась, добавить свои логины, которые есть у них в TestFlight и Hookup, потому что, собственно, для дистрибуции iOS мы используем TestFlight, мы использовали его и раньше внутри компании. Для дистрибуции Android мы использовали Hookup. Что касается дистрибуции iOS, и тут есть один для кого-то неприятный момент. Дело в том, что при отправке сборки бета-тестировщикам вы должны помнить о существовании экстердного бета-ревью, который, в принципе, очень похожий на основное store-ревью. В случае с Hookup все гораздо проще. Никакого ревью не требуется, но, собственно, у Hookup есть одна болезнь, когда вы работаете с чуть более 900 тестировщиками, начинается проблема с инвайтами. Поэтому у нас есть скрипт, который форсирует отправку инвайтов костыльно, но работает, и поэтому нам достаточно. В принципе, проблема с системой дистрибуции у нас не возникала, помимо того, что недавно Роскомнадзор заблокировал айпишники Амазона, которые внезапно используют Hookup, и примерно двое суток скачивание сборок было недоступно для нашим бета-тестировщикам. Поэтому задумывались сейчас о собственной системе дистрибуции, надеясь, что из этого выйдет что-то хорошее. Помимо дистрибуции было важно добавить аналитику и отчетность. В случае с ранними бета-тестами мы использовали для сбора крашей Акру. На текущий момент этого было недостаточно, поэтому мы стали использовать фабрик. И что нам особенно важно, это краш-литикс. Собственно, в краш-литикс мы прокидываем айдишник тестировщика, поэтому в случае возникновения краша мы можем отследить и трассировать его краш до, собственно, бэк-репорта в бэк-трекере, либо мы можем прийти к нему в личные сообщения и выяснить, что же он делал такого, и как это можно исправить. Про личные сообщения и про общение вообще. Четвертой главной при этом составляющей было сообщество. Возле конкурса собралось огромное количество людей, которым, в принципе, тестировать что-то стало очень интересно. И несмотря на то, что все эти ребята милейшие зайчики, когда у тебя появляется стая из 13 тысяч зайчиков, не все зайчики милые. И случается так, что некоторые себя не очень хорошо ведут, и общение часто становится неконструктивным. Или, например, они могут зарепортировать что-то вроде «Боже мой, какие же вы рукожопы? Как вы могли это сделать?» Чтобы не обижать наших разработчиков, которые также существовали на нашей платформе, мы ввели правила и заповеди, что самое важное. Правила базируются на заповедях. Собственно, в программе бет-тестирования есть шесть заповедей, они же называются «Гигаксолог». Первая звучит просто «Будь честен», вторая «Будь быстр». Эту заповедь даже не пришлось насаждать, потому что сначала, если вы медлите заведение бак-репорта, то, скорее всего, его уже завел кто-то другой. Третья заповедь звучит «Не пройди мимо». Четвертая – «Пафос и резкость неуместны». Так мы избавились от «Какие же вы рукожопы?». Пятое – «Не навреди». Шестая – самое важное «Накосячил, расскажи». Шестая заповедь «Накосячил, расскажи» в принципе заповедь команды в контакте. И мы искренне считаем, что не стоит скрывать проблемы, потому что вместе их решить гораздо проще. И в принципе не ошибки вас характеризуют как человека, профессионала, личность, а отношение к ним, и что вы будете с этим делать дальше. Помимо заповедей существует правило. Правила базируются на трех китах. Лаконичность, вежливость, конфиденциальность. И более того, они относятся не только в принципе к общению в программе, в комментариях, в чатах, но и ко всем бак-репортам. Да, у нас существуют правила и создания отчетов. Чтобы отчеты были понятными и в принципе соответствовали стандартам по индустрии. Отчеты, как вы видите, очень похожи на то, что вы пишете сами. Но мы добавили такую важную вещь, как управление устройствами. Поэтому вам не нужно каждый раз в поле окружения вписывать, чего же вы хотите, потому что у нас уже есть удобное управление устройствами. Помимо этого мы активно форсируем, чтобы наши тестировщики добавляли как можно больше оттачей. То есть видео воспроизведения, возможные логи и скриншоты. Для них скриншоты часто являются обязательными. Таким образом мы решили проблему с мусорными отчетами. То есть у нас больше нет отчетов, которые звучат как «ничего не работает». И одно, наверное, самое последнее нововведение заключалось в мотивации. Вот спросите, наверное, так много правил, а зачем мне в этом участвовать, если тут так много возможностей ошибиться. Собственно, у нас появился магазин, лавка тестировщика, баланс которого, собственно, складывается из оценок ваших отчетов, которые вы оставили в трекере. И если говорить о таких полезных вещах, которые вы можете купить, например, о Тесле, то вы очень можете накопить на нее за 4 года, если будете репортить каждый день парочку багов с приоритетом критичной или важной. Но попробуйте их найти. Итак, у нас была платформа. Частично мы ее уже тестировали. То есть, например, новые формы создания отчетов, правила обкатывались на тестах наших трансляций. То все вместе мы решили обкатать на одном большом проекте. Может, вы о нем слышали. Это мобильный оператор ВК Mobile. Вы, наверное, спросите, да ладно, что там потестировать оператор? Сто раз так делал. Со стороны ВКонтакте должно было произойти приемочное тестирование. Проект был совместный вместе с Мегафоном. И все основные тесты, в принципе, прогонялись сотрудниками Мегафона. Мы сначала думали, что, если честно, нам придется тестировать только интерфейс личного кабинета, ну и мобильного приложения личного кабинета. И тут это было. Собственно, что из себя представляет мобильный оператор и что пришлось поменять для того, чтобы запустился ВК Mobile? Существует такая вещь, как BSS. Это Business Support System. Примерно во всех операторах выглядит одинаково. И во всех частях BSS пришлось носить изменения для того, чтобы ВК Mobile, в принципе, заработал. То есть это большие части большой распределенной системы, и каждую из них необходимо было протестировать. Честно говоря, мы немного удивились. И сначала мы собирались тестировать сами, находясь в штабе в Петербурге. То теперь, когда мы узнали, что помимо BSS, кстати, существует NSS, это Network Support System, и что для того, чтобы запустился ВК Mobile, нужно было изменить конфигурацию, в том числе базовых станций, мы поняли, что придется провести полномасштабный тест всего мобильного оператора. Это будет действительно приемочное тестирование, но нам придется делегировать нашим бета-тестировщикам основную часть работы. Если говорить об NSS, то проект запускался в тестовом режиме в 16 городах. Собственно, от Красноярска и Новосибирска до Санкт-Петербурга. И если говорить о тестировании в каждом филиале, то сначала даже в Новосибирске тестовый запуск не был успешным, то есть гораздо позже нам пришлось начать тестирование там. О том, каким образом было нужно организовать этот тест. Кто любит тест-кейсы? Да ладно, ты любишь тест-кейсы? Серьезно? Никто не любит тест-кейсы. Я не знаю людей, которые любят писать тест-кейсы. Я ненавижу тест-кейсы. Если бы я продолжила писать тест-кейсы, которые я начинала в 2014 году, я бы до сих пор писала тест-кейсы и не тестировала ВКонтакте. И в случае с приемочным тестированием мобильным оператором была та же история. Вы не могли отправить вашим бета-тестировщикам список тест-кейсов, и вы сказали, пройди, пожалуйста. Они бы сказали, нет. Что с дикая скука? Нет, я не буду в этом участвовать. В книге, которая называется «Explorator's Testing» Джеймса Уитакера впервые появляется упоминание о тестовых турах. И звучит оно примерно так. Во-первых, это метафора. Я так и пишу. Метафора туриста. Потому что представьте, что ваше приложение — это город, а ваш тест-тур — это, собственно, маршрут, как вы его проходите, и думаете, что ваше исследовательское тестирование, ваш тест-тур по вашему приложению — это такая экскурсия. Ну, в общем, мы выкинули все слова метафора, и представьте себе, и у нас получились тест-туры. Тест-туры во всех 16 городах запуска. Как вы уже видели раньше, нужно было протестировать все части распределенной системы, мобильного оператора. Фактически, ВК-мобайл был виртуальным оператором внутри оператора. И мы составили набор заданий, фактически тестовых туров. Их было несколько этапов. Для каждого тестировщика, находившегося в определенном городе, основываясь, во-первых, на рельефе местности, карте базовых станций, наборе точек, которые были наиболее популярны, и вписали туда очень аккуратным образом тестирование услуг, welcome page, финблокировки, и самое важное — тарификации. В том числе у нас была умная система распознавания трафика. Одной из фишек ВК-мобайл было то, что нельзя было… то, что трафик приложений ВКонтакте был разделен с трафиком всех остальных приложений. И это тоже было важно оценить. При этом суммарно вы могли потратить около 100 гигабайт трафика на ВК. Были тестировщики, которым это действительно удалось. За месяц, по-моему, очень неплохо. Так вот, помимо прочего, мы сделали свой собственный спид-тест. И в каждой точке маршрута тестировщик отправлял нам данные. Таким образом, мы очень оперативно обрабатывали возможные проблемы и отправляли их к коллегам из Мегафона. Во время теста было найдено две серьезные уязвимости, десятки критичных и мажорных багов. Кстати, только ради этих двух серьезных уязвимостей стоило этот тест запускать. У нас появилось 160 беттестеров в 16 городах-миллионниках. Точнее, они у нас были, но теперь они были более активны, им действительно понравилось в этом участвовать. Часть беттестировщиков стала частью нашей команды. И самое главное, у нас была работающая механика тестовых туров. И если уж мы провели очередной тест-тур, например, тест наших тестов новой базы геометок, то впоследствии тест-туры мы уже использовали как метафору. фактически тест ВК-мобилл должен был быть приемочным тестированием, но он был комбинированным, то есть работала и альфа-команда, и бета-тестировщики. Мы задумались о том, а можно ли в принципе проводить приемочные тестирования с помощью бета-тестировщиков вообще, оставляя себе максимум 10% работы. Такой случай предоставился очень быстро. не все приложения ВКонтакте делает Core Team. Часть приложений, которые выходят под нашим брендом, делала сторонние компании. Так и было с приложением ВК-фест. На ВК-фесте, собственно, запускался наш оператор ВК-мобайл. И ВК-фест нужно было тестировать. Это делала маленькая студия, состоящая, по-моему, из трех человек, которые довольно быстро сделали довольно простое, по нашему мнению, приложение. И они думали, что все окей, все в порядке, мы сейчас все примем. Мы решили попробовать протестировать приложение с помощью наших бета-тестировщиков. Они быстро нашли там 211 багов. Ребята очень удивились. У них был впервые такой опыт, что мы, что разработчики в студии, столкнулись с тестировщиками. Обычно у маленьких студий нет средств на тестировщиков. Но надо отдать им должное. Они пофиксили примерно 149 отчетов и реализовали где-то 5 пожеланий. Поэтому то запустившееся приложение ВК-фест было гораздо лучше, чем та сборка, которую мы получили в самом начале. Мы в принципе покрыли нашим бета-тестированием большую часть функциональных тестов, но никогда не замахивались на нефункциональные. Осенью в сентябре 2017 года мы провели изобилити-тестирование нашего обновленного приложения ВКонтакте для iOS в контакте для Android. Обновление было довольно смелым. То есть у нас еще навигейшн-дровер. Он превратился в ботов-навигейшн-бар. И довольно неоднозначный, потому что даже внутри компании не все были с ним согласны. Поэтому мы решили провести изобилити-тестирование, изобилити-тестирование и понять, насколько в принципе удобным стало новое приложение. Для этого мы отправились в UX-лабораторию Mail.ru Group. Посмотрите, как это делают эксперты. И оценить, можно ли каким-либо образом портировать изобилити-тестирование на нашу бета-платформу. Как обычно в принципе происходит изобилити-тестирование. сотрудники лаборатории подбирают группу респондентов, которая каким-либо образом представляет ваших пользователей. В нашем случае почему-то это было 12 человек. Ну, я считаю, что ребята-эксперты и действительно выбрали корректных респондентов. И собственно с помощью айтрекинга, то есть есть несколько методов, они используют айтрекинг и опросы. И самое удивительное, что опросы по факту оказываются наиболее эффективным методом проведения изобилити-тестирования и в принципе вопросы во время того, как респондент проходит задание. В нашем случае нельзя сказать, что изменилась какая-то маленькая фича и нельзя было дать один сценарий всем нашим тестировщикам или тем респондентам в лаборатории. поэтому мы поняли, что довольно просто мы можем портировать опросы на нашу платформу. Это было действительно легко. У нас появились анкеты и так как нам не нужно следить за выполнением задания, потому что люди пользуются приложением так, как они привыкли. Этих опросов в принципе будет достаточно. Так и оказалось, потому что мы сравнили результаты. И если говорить об опросниках, то юзабилити лаборатории более часто звучит такие формулировки, как испытываете ли вы дискомфорт при использовании, удобно ли расположены кнопки, другие элементы. Мы запустили опросник на наших бета-тестировщиков, как только они получили первую сборку и провели такой же опрос спустя неделю. В отличие от 12 респондентов юзаборатории, наши анкеты заполнили 2396 человек. Это люди, которые заполнили и первую, и вторую анкету. Оказалось, что в принципе выборка похожа. Для общения с друзьями, как источник новостей, сайт использует большинство, 61%. Это результат второго опроса. И при этом незначительный дискомфорт отметили меньше пользователей, всего лишь чуть больше от 30%. Поэтому опираясь на результаты, мы запустили новое обновление, которое вы наверняка все помните. Все обновились? Далее мы использовали, обкатав механику опросов, мы использовали опросы далее, например, в тесте звонков. И если мы оценивали раньше только удобство использования, то в этом случае мы оценивали и качество. Благодаря опроснику мы выяснили о проблеме с задержкой вызова и проблеме с расположением кнопок. В принципе, все опросники как простое эффективное решение зарекомендовало себя, и мы продолжим использовать это дальше. Это как раз история о том, что простые решения оказываются обычно самыми эффективными. Казалось бы, обычная анкета. В нашем случае это работает. Если говорить о том, что работает для нас, мы не могли утверждать, что это работает для кого-то еще. И поэтому на платформе тестировались не только наши продукты, но самым, пожалуй, репрезентативным тестом была Ела. То есть ребята из Елы на наших тестировщиков выкатили обновленный сайт. Можно сказать, что тест был успешным, пока ребята фиксит баги, но после теста мы, в принципе, поняли, что такого тхок-тестирования недостаточно, потому что у Елы обновилась одна часть. И те чек-листы, которые мы используем в нашей собственной работе, было бы очень круто расшарить на наших бета-тестировщиков. Я надеюсь, что мы это сделаем до конца лета. Почему чек-листы? Опять же, бета-тестировщики не любят скучные тест-кейсы. Никто не любит скучные тест-кейсы, потому что они тебя ограничивают, и ты считаешь себя обязанным их пройти, и в принципе в какой-то момент тебе становится настолько грустно, что ты никогда не проходишь до конца. Чек-листы же как инструмент исследовательского тестирования позволяют направлять в принципе бета-тестировщиков в верную степь и позволяют включать обязательные пункты, которые точно нужно пройти, и его сценарий. Поэтому мы используем чек-листы. Вы можете использовать их тоже. Приходите к нам. В конце лета будет доступно всем. Помимо чек-листов появились ветки в продуктах, и они тестировались очень просто. У нас появилась сборка с авторефакторными сообщениями внутри Android, и параллельно существовала сборка со звонками. Очень хотелось, чтобы тестирование одного не блокировало тестирование другого, поэтому мы решили тестировать их вместе. После того, как звонки и собственно сообщения были готовы, их влили в основную ветку. И эта сборка уже отправилась всем бета-тестировщикам. В проекте Android их уже больше 8000, а конкретно звонки тестировало около 3000 человек. Ветки продуктов это история, которая ложится в принципе на наш процесс тестирования в компании, и поэтому очень удобен. После собственно тестирования фичи ветки мы часто отправляем эту фичу-сборку нашим бета-тестировщикам в ветки продукта бэктрекера. Собственно о звонках. Помимо казалось бы чек-листов, веток, уже каких-то формализованных вещей, было важно сконнекти сообщества, у нас появились новички, и помимо этого оценить нагрузку и собственно протестировать звонки. Поэтому в каждом бета-тесте, который у нас проводится, мы добавляем игровой элемент. И если говорить о звонках, то это был бот-рулетка по хэштегу callme в сообщении сообщества вам приходил человек, вам приходил профиль человека, к которому вы могли позвонить. И соответственно вы могли заявить, что вы тоже хотите звонить и вам могут звонить в ответ. Таким образом бета-тетировщики которые в основном интроверты. То есть не знаю, мне было бы сложно звонить кому-то незнакомому в 2018 году и когда ты так любишь текст. Но тем не менее игровая механика позволила совершить эти 15 тысяч звонков. Бета-тестировщики потратили 124 часа разговоров и оставили 320 отчетов. После фикса багов звонки отправились в продакшн. Тут хочется сказать о важном, пожалуй, самым главном, о том, что основное в тестировании это люди, поэтому мы остаемся в контакте со всеми нашими бета-тестировщиками. Мы проводим с ними встречи. Например, это происходит на VK-Fest. И если говорить собственно об исследовательском тестировании, то я тут согласна с Майклом Болтоном в том, что тестирование это общение, общение, общение и общение. неважно какие техники вы используете, на каком СИ, в конце концов вы обнаруживаете себя, сидя ночью вместе с разработчиком в попытках поймать баг, его локализовать и пофиксить. Такое часто случается, и мне кажется, что случается со всеми. И тут как раз таки общение и ваши soft skills влияют на итоговое качество продукта. И именно в общении с бета-тестировщиками мы понимаем, в чем их болевые точки, они узнают от нас о предстоящих релизах, в принципе перенимают те техники, которые невозможно формализовать. У нас существует комьюнити-менеджер, которым этим всем занимается. Ее зовут Маша, она сидит сейчас в зале, и она большая молодец. Это человек, который провел большую часть наших бета-тестов. Поаплодируйте Маше. Если мы говорим об игровых механиках, это действительно важно в бета-тестировании, то это почему-то кажется несерьезным, но это совсем не так. Все... Дело в том, что исследовательское тестирование в руках действительно профессиональных и продвинутых людей очень мощная вещь. И если говорить в этой команде, они сидят сегодня в зале, то 9 человек в моей команде сейчас, нас всего 17, куртим, пришли к нам из бета-тестирования, в том числе потому, что мы уже видели их отчеты, мы видели то, как они общаются, и в принципе то, что из себя эти люди представляют. Поэтому для нас снизился, так сказать, уменьшилась проблема HR. Раньше у нас было довольно сложно проводить огромное количество собеседований и очень, пожалуй, неприятно получать... Очень неприятно оказывалось, что только 10% из них завершались более-менее успешно. В этом случае с бета-тестировщиком мы начали очень быстро расти и в принципе, наверное, продолжим. Но, к сожалению, мы не можем трудоустроить все 13 тысяч человек, поэтому для этих ребят мы вводим игровые механики, в том числе для того, чтобы люди развивались. И если ты растешь уже в корр-тим, то при удаленной работе, когда ты находишься в своем далеком от Петербурга городе, тебе важно развиваться дальше и ты не имеешь доступа в принципе к той базе данных, которая есть у нас у корр-тим. Поэтому мы запускаем образовательный курс для того, чтобы наши бета-тестировщики поднимали свои скиллы. Он будет проходить при помощи ребят из электориума. Курс, я надеюсь, запустим в этом году. И думаю, что такое вложение в людей, в принципе, люди — это главное, позволит нам в дальнейшем настолько прокачать наши 13 тысяч тестировщиков, что они превратятся в 13 тысяч джунов. Посмотрим, что из этого получится. Что же бы хотелось сказать в конце? Во-первых, осознанные бета-тесты — это реальность. И люди — это главное. Именно на то, как осознанные ваши бета-тестировщики влияют на исход тестирования. на исход тестирования. 20% усилий при этом приносит 80% результата. И наоборот. 80% усилий приносит 20% результата. В тестировании главные люди. И самое важное, с такими людьми тестировать можно все. Присоединяйтесь к нам, отправляйте заявку на vk.com slash testing, пишите в сообщение сообществ, мы обязательно вам ответим. Сообщество называется VK Testers. Будьте с нами, будьте лучше нас, присоединяйтесь к нам, давайте тестировать вместе. Всем спасибо. У нас еще 12 минут, тут ответим на пару вопросов. Давайте. большое спасибо за доклад. Очень интересно было. 13 тысяч тестировщиков, это реально круто. Вопрос у меня следующий. Когда вышла новая версия мобильного приложения, какое количество UI-тестеров оценило то, что Stories вызываются свайпом вместо меню, как не вызывающий дискомфорт? У вас реальные проблемы, я поняла. Но скажем так, вопросы возникли примерно у 500 человек. Остальным эта история понравилась, потому что как раз таки, почему мы оценивали с разницей в неделю, потому что за неделю ты обычно переучиваешься. Ясно, спасибо. Спасибо за доклад, у меня такой вопрос возник. Действительно 13 тысяч тестировщиков чрезмерно много, и в связи с этим вопрос, неужели нельзя было сделать какие-то действия до тестирования, чтобы код ваш был более качественный, чтобы не было такого количества багов и такого количества тестировщиков. Еще раз, если говорить о багах и количестве тестировщиков, во-первых, нужно оценивать количество функциональных возможностей. То есть даже только в одном сайте у нас их более 1200. И если говорить о бета-тестировщиках, я говорила о количестве отчетов, но вы еще в том числе должны оценивать, насколько хороши эти отчеты, из них очень много отклоненных, то есть действительно люди дошли до того, что они создали отчеты, но огромная работа касается их обработки. То есть как правило там примерно половину отчетов мы либо откладываем, либо отклоняем, либо просим их переписать, переопределить, либо склеиваем, потому что часто оказываются похожие слинкованные отчеты. Еще раз, я не зря показывала процесс диплоя в компании, чтобы показать, что разумеется, у нас есть процесс код-ревью, и у нас есть процесс тестирования на всех этапах разработки. Но настолько огромная кодовая база вполне себе ведет к появлению ошибок, и поэтому бета-тестирование это прям отличный способ этих ошибок избежать. Не все ошибки вы можете отловить на этапах разработки. В этом мой поинт. Понятно, я поняла. Но просто если посчитать количество затраченного вашего времени на составление чек-листов, на анализ дубликатов, на придумки того, как развеселить людей, чтобы они работали бесплатно. Они работают не бесплатно. Я тоже хочу айфон. Утрировано я хорошо специально занизила, так чтобы пожестче. Просто если все это учесть, то кажется как будто бы какие-то вещи, которые можно было сделать еще до этапа попадания задачи на диплой, бы дешевле были. Просто мне не хватило сравнительной статистики и вариантов решения других каких-то. То есть вы один вариант предоставили, не сказать, что он супер. Но идея интересная. Вы очень много сил вложили, это видно, но просто спорно. Я как раз таки не зря говорила о том, что простые решения наиболее эффективными. Да, у нас есть выделенный человек, который занимается игровой составляющей, ведением бета-тестировщиков вообще. Но при этом это не помешало работе всей моей корр-команды. Это шло как фоновая активность. И наоборот, как вы протестируете мобильный оператор? Скажите мне, у одного Сбертеха я знаю более полутора тысяч тестировщиков в штате. у нас 13 тысяч добровольцев. Я вас не слышу, к сожалению. все, я уже потом поговорю. Привет. Привет. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Для мобильных приложений что-то кроме вашей своей телеметрии вы используете? Допустим, тест-фейли либо что-то такое, чтобы там снимать скриншоты, графики, загрузка цепу, сколько трафика гоняется и так далее. Вы, наверное, прослушали. Мы используем фабрик. А насчет, собственно, анализа, вы говорите, видимо, о перформансе. Перформанс-тестирование включено в альфа-тестирование. Я правильно подняла вопрос? Ну, в принципе, да. У нас есть, у нас просто своя статистика. Исторически так сложилось. И она довольно мощная штука. Поэтому мы только-только, ну, вот как раз-таки при использовании бета начали использовать сторонние решения. Спасибо. Спасибо за доклад. Вопрос насчет дублей. Паспас. Как вы склеиваете одинаковые и как часто появляются одинаковые репорты? Скажем, у нас есть главное правило. Перед тем, как ты заведешь отчет, тебе нужно обязательно его найти. Поэтому мы очень существенно снизили количество дублей. Вот. Склеиваем мы их сейчас с помощью полнотекстового поиска. Но дело в том, почему не взлетела в прошлый раз обработка с помощью NLP методов, потому что у нас было всего лишь 15 тысяч бэк-репортов. Это довольно мало. Это небольшой датасет. У нас сейчас 50 тысяч бэк-репортов. И по их уже можно выгрузить и тегировать новые отчеты. То есть у нас появилось больше данных. И поэтому думаю, что в скором времени мы будем делать вообще полностью автоматически, тегировать отчеты, понимать, стоит ли их отклонить или нет. И в принципе, как стоит с ним дальше работать, вплоть до того, кто виноват, кто накосячил и в чем конкретно проблема. Но это большая работа совместно с нашей командой датамайнеров, точнее датасайентистов. Посмотрим, как из этого получится. То есть какие-то работы по семантическому поиску, складыванию одинаковых последствий. это все на совести нашей команды датамайнеров. Спасибо. Спасибо большое за выступление. Вопрос есть. Ты сказала, что у вас есть в ВКонтакте потребности в джунах, то есть вы там раз в год кого-то набираете. Не раз в год. Ну, условно. Вам нужно человек 5-10. Почему вы пошли по пути набора из бета-тестеров, а не пошли по методу, как делают в Тинькове, в Мэйле в частности, брать из образовательных проектов и готовить с самим специалистов? Смотрите, в нашем случае просто это более простое решение, потому что наши бета-тестеры учатся в полях, они опираются на написанные наши гайдлайны, и мы видим уже сразу моментально по баг-репортам о том, как человек мыслит, думает, тестирует и стоит ли дальше в принципе в него вкладываться. Поэтому есть программа стажировок в компании. И нет, мы не занимаем не раз в год, мы, скажем так, на протяжении этого года, я бы сказала, что это происходит раз в пару месяцев. И, как правило, это, например, три стажера. Просто для нас это решение реально гораздо эффективнее и проще. Что касается обучения, мы не зря решили запускать этот курс, потому что да, вместе собрать и в принципе объединить, организовать фундаментальные знания для тестировщиков, это классная идея, и поэтому мы пойдем по этому пути. спасибо. Еще раз большое спасибо за выступление, за презентацию. У меня такой вопрос. Бета-тестирование это очень рисковый шаг и очень рисковая идея, и достаточно свежая для этого рынка. Как вы добились такого доверия от менеджмента? Очень просто, это эффективно. То есть одна из метрик, по которой оценивать нашу работу, это количество критикалов, которое попало в продакшн, и которое не было найдено на этапе тестирования. И в случае с бета-тестированием количество критикалов удалось серьезно снизить. И вы забываете о том, что доверие базируется на результатах, и во время небольших тестов в принципе показатели были настолько хороши, что мы эту историю решили продолжать и объединять большую платформу. Но вот только вот так. Что касается, почему-то вы думаете, что бета-тестирование каким-то, ну, не знаю, может мне так показалось, заменяет собой в принципе основное тестирование. Это совершенно не так. У нас большая команда и кор-команда, которая занимается альфа-тестированием и которая пишет автотесты, которая общается с разработчиками, встраивает собственно автотесты в CI и так далее и тому подобное. И бета-тестирование это просто огромная помощь от большого количества крутых, лояльных людей и фактически она заменяет тот период после раскатки фичи у многих других компаний, когда они собирают фидбэк, его обрабатывают и что-то меняют и выпускают уже хотфиксы. Мы просто это делаем на этапе беты. Это нас спасает. Настя, вопрос из онлайна. Настя, вы хотели использовать ИИ для анализа баг-репортов. Получалось? Я об этом рассказала. Я могу сказать, что даже 30% найденных похожих отчетов было уже круто на том дата-сайте, что был. Не могу сказать, что это не получилось. Я бы сказала, что это получилось, но из-за того, что досад был небольшим, мы решили продолжить это делать, когда количество отчетов станет больше. И вот сейчас как раз наступило это время. Я думаю, что очень скоро наша умная нейросеть будет тегировать отчеты и в принципе их обрабатывать гораздо быстрее, чем это делает моя команда и команда привлекаемых модераторов. Спасибо большое. У нас, наверное, уже заканчивается время слота. Спасибо. Спасибо вам.